Понимая, что отель «Леон» является неким продолжением нашумевшей кухни и часть героев, перекочевавших из кухни в отель, вам давно известно, думаю, будет интересно узнать и о вновь прибывших актерах, их личной жизни и небольших скелетах, тщательно припрятанных за кулисами съемочной площадки. Поэтому устраивайтесь поудобнее, в этом видео мы познакомимся поближе с самыми выдающимися личностями отеля «Элеон». Актеры сериала «Кухня» Сергей Лавыгин, известный по роли повара Сени, и Анна Бегунова, играющая его жену, являются парой и в жизни, но пока живут гражданским браком. Известно, что 4 февраля 2016 года у актеров родился сын Федор. Забавно, но именно так зовут лучшего друга героя Сергея Лавыгина в сериале. Помните, в 12 серии первого сезона Илья Любимов играет роль бывшего мужа героини Екатерины Вилковой. Так вот, в реальной жизни они являются супругами, и у них двое детей – трехлетний сын Петр и дочка с необычным именем Павла, которой в феврале исполнилось 5. Желаю, чтобы роли бывших супругов не стали для них пророческими, и союз оставался крепким на долгие годы. А вот Александра Кузенкина, играющая роль горничной Юли, оказывается замужем за Дмитрием Власкиным, исполнившим роль племянника из Батайска во втором сезоне сериала «Физрук». Дима и Саша учились на одном курсе, встречались более трех лет и после окончания вуза решили пожениться. Диана Пожарская – темная лошадка сериала, не так давно окончившая в ГИК в мастерской Александра Михайлова и погрузившаяся с головой в профессию актрисы. Родилась 3 февраля 1992 года в Болжском. С раннего детства и вплоть до 19 лет занималась спортивными бальными танцами и даже стала кандидатом в мастера спорта. В кино Диана Пожарская дебютировала в 2015 году, снявшись в комедийном сериале «Озабоченные или любовь зла» от телеканала ТНТ. В том же 2015 году молодая актриса вышла замуж за режиссера и сценариста Артема Аксененко, пригласившего Диану на главную роль в своей фэнтезийной картине «Затмение» или второе название киноленты «Мистическая игра». Фильм уже давным-давно есть в сети, но все никак не выйдет на экраны. В сериале «Отель и Леон» для роли горничной, а в прошлом каратистке Даше актрисе Диане Пожарской пришлось многому научиться. Два месяца упорных занятий с личным тренером по единоборствам позволили до совершенства отработать приемы, которые впоследствии были применены на съемках для расправы с обидчиками. А частые расспросы и даже подглядывание за настоящими горничными отелями во время поездки за рубеж позволили еще лучше вжиться в образ. А вот сербский актер Милош Бикович признался, что не сразу согласился на роль в «Отеле и Леон». Сначала он даже отказался от этой роли, побоявшись, что его начнут ассоциировать только с Павлом. Ведь после многосерийных историй либо нужно прекратить вообще сниматься, либо найти себя в другом жанре, признается актер. Но, к счастью, как раз после «Отеля и Леон» выйдут фильмы, которые покажут Милоша совсем в другом, спасительном для актера амплуа. Кстати, именно из-за акцента самого актера сценаристы прописали его герою сербское происхождение. Несмотря на то, что этому сербскому сердцееду приписывают романы с различными девушками, в том числе и с коллегой по «Отелю» Дианой Пожарской, в настоящее время его сердце занято актрисой Аглаей Тарасовой, с которой он познакомился на съемках фильма «Лед». А пока идет показ второго сезона сериала, я постараюсь радовать вас познавательными видео на колотельную тематику, поэтому рекомендую подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Если понравилось видео, можете поставить палец вверх, который будет мне приятным стимулом для создания следующего, не менее интересного видео. Если у вас остались вопросы или есть предложения, например, по тематике следующих роликов, смело пишите их в комментариях под видео или мне в личку. А у меня на этом все. До скорой встречи, друзья!